Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, дорогие друзья! Сборная Лаоса, командир танка капитан Ватсана Мэнгтян, наводчик-оператор, старший лейтенант Олей Алунси, механик-водитель, сержант Сайной Суваналат. Звучит горн на полигоне Алабина! Добрый день, дорогие друзья! Завели двигатели танков Т-72Б3 несколько мгновений до начала движения. Первым будет стартовать танк красного цвета. Это команда «Конга», впервые принимающая участие в танковом биатлоне. Далее танк желтого цвета через 1-2 минуты. Слава факультету! Специальному факультету мы видели сейчас надпись, да, потому что представители «Конга» обучаются в дальневосточном высшем военно-вощевосковом командном училище. Ну и третьим будет стартовать команда «Лаоса» на танке синего цвета. Итак, дает команду сейчас в главном среде соревнований генерал-майор Роман Бенюков. На начало движения передает эту команду командиру танка, тренер сборной. И пожелаем удачи «Конга». Начинает движение экипаж. Ну что ж, вперед «Конга». Вот они, очаровательные болельщицы, поддерживают свою команду, своих участников. Ну что ж, впереди у экипажа первое препятствие. Механик-водитель должен отработать «Змейку», а далее загружать боеприпасы и вести боевую стрельбу по мишеням номер 25. В отличие от первого дивизиона, дополнительных боеприпасов не будет, дополнительные боеприпасы не используются. Итак, маневрирует между столбами механик-водитель НГАЦЕ Кангалем Бофо. И останется лишь только выйти осторожно и внимательно через ограниченный проход. Завершаем маневры на препятствие «Змейка». На каждом препятствии стоит полевой арбитр, у которого в одной руке белый флаг, в другой руке красный флаг. Если экипаж справился с преодолением препятствия, флаг поднимается белый, если не получилось, то, соответственно, красный. Плюс ко всему, если экипаж не справляется с задачей, вот сейчас мы видим белый флаг поднят, полевой арбитр фиксирует то, что нарушений не было. Экипаж выходит на загрузку боеприпасов. Если же экипаж нарушает порядок преодоления препятствий, то главный судья соревнований направляет экипаж на площадку штрафного времени, на пидстоп, где придется выполнять контрольный осмотр машины, норматив номер один. Но при этом затратить время, а немалое время, около одной минуты в среднем. Останавливается экипаж, нужно загружать боеприпасы. Обязательно перед этим нужно заглушить двигатель, после чего выйти из танка всему личному составу экипажа. Я напомню, состав экипажа танка Т-72, три военнослужащих, меканик, водитель, наводчик-оператор и командир танка. Ну и вот сейчас давайте посмотрим на слаженность действий команды Конга. Подают боеприпасы, такие достаточно рослые, высокие танкисты. 16 килограмм вес каждого снаряда. Непростая это работа. Вот так вот попробуй подать 16-гиловую гирю над головой наводчик-оператору, а тот в свою очередь уже передает дальше командиру танка, а тот осуществляет загрузку боеприпаса. Пока по рейтингу индивидуального зачета 2-го дивизиона лучшим оказался второй экипаж Таджикистана. 29 минут 22 секунды. В прошлом году результат был лучше 26-39. Ну а Конга принимает участие впервые, друзья. Сейчас напомню, это военнослужащий, который проходит обучение в данный момент в Дальневосточно-высшем общевойсковом командном училище. Впервые здесь, на полигоне Алабина, западного военного округа. Также проживает на территории 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии. Командующая танковой армии генерал-лейтенант Сергей Кисель. Также смотрит заезды, поддерживает экипажи. Участвующий в конкурсе останавливается. Должен будет остановиться экипаж после загрузки боеприпасов на рубеже ведения огня, на рубеже открытия огня, если бы точнее. И вести прицельный огонь по мишеням номер 12. Три мишени будут предложены сейчас экипажу красного цвета. Собственно, какой цвет танка, такого цвета же и мишени. 1600, 1700 и 1800 метров дальность святоцелей. Итак, первая мишень в поле. Ну что ж, внимание. Наводчик-оператор ведет поиск цели. Младший лейтенант еще год обучаться военнослужащим Конго в Дальневосточном Всевойсковом командном училище. Начальник училища генерал-майор Грызлов. Я думаю, несмотря на разницу во времени, сейчас смотрит эфир. Выстрел! Цель поражена! Хорошо! Хорошо, танкисты! Наш преподавательский состав готовит танкистов для Конго, которые, собственно, потом убывают свою страну и встают на охрану рубежей. Итак, внимание. Вторая мишень. 1700 метров. Закрывает уши болельщицы, переживая грома выпускаемых снарядов. И есть цель! Итак, 1800 метров. Цель в поле. Сборная Таджикистана отправляется на трассу конкурса. Ну что ж, вперед Таджикистан. Пока лидеры. Лидеры второго дивизиона, безусловно. В этом году во втором дивизионе участвуют 8 команд. Это Таджикистан, Южная Осетия, Вьетнам, Лаос, Мьянма, Конго. Ну и Абхазия в этом году была представлена одним экипажем. В следующем году обещают приехать и участвовать уже в составе полной команды трех экипажей. Пока преодолевает препятствия Змейка сборная Таджикистана. Болельщики Конго, пусть их и немного, но тем не менее, ярко поддерживают свою команду. Прошел Змейку. Посмотрим, будет ли белый флаг. Да, белый флаг поднимает полевой орбитер. Третий выстрел. Мишень поражена. Можно продолжать. Конго без остановок, без захода на штрафные круги. За непоражение мишени. Главный судья соревнований направляет команду на штрафную круг, но здесь этого не будет. Великолепно. Конго будет очень неожиданно, если Конго еще и вырвется в лидера дивизиона. Вот повтор. Давайте посмотрим. Фактически падая с ног от радости за такие прекрасные результаты. Три выстрела и три пораженных цели, три пораженных мишени. Великолепно. И третий выстрел. Также результативно видно, как летит сейчас снаряд. И попадает в цель, имитирующую танк противника. Дальность от цели была 1800 метров на экране в рубеже. Итак, Конго на трассе конкурса. Но механик-водитель не торопится. Вот научник-оператор на экранах. Это Муса Леви Флоден Дан. Вел боевую стрельбу, а сейчас все на плечах механика-водителя. Нужно пройти оставшееся препятствие, финишировать после выполнения первой огневой задачи. И уйти на второй круг, где будет ожидать еще одна огневая задача на втором круге. И одна огневая задача на третьем, соответственно. Стрельба будет уже представлена из пулемета. Разных пулеметов, установленных на танке. Это пулемет Корт. Крупного калибра 12,7 мм. И спаренный пулемет ПКТ калибром 7,62 мм. Таджикистан, танк желтого цвета, мишень. В поле 1600 метров наводчик-оператор ОМОНов Нагзатулох. И так, первый выстрел. Промах! Промах, друзья мои. Да, пока у Таджикистана не очень здорово. И у второго, третьего экипажа с поражением целей. А первого, точнее, третий сейчас выступает. Первый экипаж не поразил ни одной 12-й мишени. Второй экипаж справился лишь только с одной 12-й мишенью. Но сейчас пока мимо. Итак, вторая мишень в поле 1700 метров. Выстрел! Нужно поразить мишень. Но, к сожалению, нет. Проходит брод в это время танк красного цвета. Сборная Конга выходит из водного препятствия глубиной 1 метр 20 сантиметров. И продолжает движение по трассе конкурса. Третья мишень в поле 1800 метров. Итак, внимание! Выстрел! Где-то рядом, где-то близко. Но оказывается так, что еще ближе штрафные круги. Аж три штрафных круга. Полтора километра придется пройти. Итак, в это время главный судья соревнований дает команду на старт. Команда республики. Лаос. Зачнее сказать, Лаосской народной демократической республики. Итак, старт Лаоса. Третий экипаж. Вперед, вперед и только вперед. Второй экипаж поразил одну мишень из двенадцатых. А третий экипаж команды Лаоса, к сожалению, так же, как и Таджикистан, не справился ни с одной. Посмотрим, что нам покажет третий экипаж Лаосской сборной. В повторе мы смотрим, как мимо летят, к сожалению, снаряды. К сожалению, всех болельщиков, всех тех, кто смотрит сейчас нас в эфире телеканала «Звезда». Не получилось, не удалось. Ну что ж, надо работать. Надо работать над ошибками. Безусловно, я уверен, будет проведен глубочайший анализ выступления команды. И уже на территории республики Таджикистан проведены дополнительные тренировки в ходе подготовки к следующему танковому биатлону 2021 года. В этом году в танковом биатлоне принимают участие 16 команд. Самое многочисленное количество иностранных команд, принимающих в конкурсе. 15 плюс российская команда. Кстати, друзья, в военно-патриотическом парке культуры и отдыха уютно разместилась фан-зона клуб болельщиков армейских международных игр, где представлены экспозиции всех конкурсов армии 2020. Вы можете окунуться в атмосферу соревнований армейских международных игр, не покидая пределов военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот». Вас ждут интереснейшие экспозиции, история проведения конкурса. Безусловно, тренажеры, на которых проходит тренировку, личный состав, в том числе российской команды. В общем, очень много интересного, друзья мои. Итак, повторим и смотрим, как танк красного цвета. Сборная «Конга» цепляет, сбивает ограничительные столбы на препятствии ограниченный проход. И выполняет норматив номер один – контрольный осмотр машины. При выполнении данного норматива необходимо заглушить двигатель, выйти из машины, обойти ее вокруг, осмотреть на предмет повреждения, обратно забраться в боевую машину, завести двигатель, заглушить его, выйти и снова зайти. Ну, в общем, такие правила. Так необходимо сделать, и на этом затрачивается немалое время. Вот они и санкции за нарушение порядка преодоления препятствий. Экипаж «Лаоса» завершил загрузку боеприпасов. Впереди боевая стрельба по мишеням номер 12. Останавливается танк. Поворачивает пушку в сторону мишени. Новочек-оператор начинает ведение поиска цели. Старший лейтенант Алей Алунси. 1600 метров. Подъезжает к отсечке по времени сейчас, друзья мои, команда сборной Конго. Посмотрим на время. Сейчас прошло уже 11.40. Первый круг фактически завершен. Конго поразила нам своей вывышкой в рамках боевой стрельбы по мишеням номер 12. Итак, время 11 минут 50. Четыре секунды выстрел. Есть цель. «Лаос» поражает первую мишень. Итак, внимание. Вторая мишень в поле 1700 метров. Корректирует сейчас радиоэфире старший тренер команды свою сборную, своего командира. А тот, собственно, передает наводчику. Так, около 3 минут 40 секунд до первого выстрела прошло с момента старта команды «Лаоса». Еще один выстрел. Еще одна цель. Хорошо. Ох, сколько радости. Действительно, они подкопны эмоции здесь на полигоне Алавина. Отсечка по времени. Таджикистан. 7 минут 54 секунды. Конго отстает на 3.59. И, прошу заметить, это уже с учетом прохождения штрафных кругов. Хорошо работает механик-водитель. Довольно-таки быстро ведет машину и уже догоняет Конго. Точнее сказать, перегнал, если бы стартовали одновременно. Выстрел. Третья мишень. «Лаос» справляется со всеми тремя мишенями. Великолепная работа. Это был наводчик-оператор, старший лейтенант Алей Алунси. Ну, Алей, ну, заставил пара нервничать, конечно же, свою команду. Ну, и подарил столько радостных эмоций. Итак, показывает сейчас старший тренер. Три раза, говорит, в яблочко. Мы попали три раза. Молодцы. Молодцы. Прекрасная работа. Сделали серьезную работу над ошибками. Два экипажа выступили, мягко говоря, не слишком здорово. Но вот сейчас наводчик-оператор сборной «Лаоса» поразил три мишени. Друзья мои, второй дивизион выступает. А у нас две команды стопроцентное поражение продемонстрировали в рамках стрельбы по мишеням номер 12. И вот в повторе сейчас первая мишень поражена. Ну, собственно, так же вторая и третья почти что все время в одну точку стрелял экипаж. И неужели был сход с колеи? Да, друзья мои, сход с колеи. И сбивает ограничительный столб. Раздавливает его 42-тонный танк Т-72Б3. Два танка на Косогоре. Идут друг за другом. Идут друг за другом. Нельзя останавливаться. Не дает сейчас продолжить движение таджикской сборной. Останавливает время Таджикистану. Не может продолжить движение, потому что «Конга» остановилась. Нарушила порядок преодоления препятствия. Итак, тренер сборной «Конга» на экранах. Преподаватель специального факультета Дальневосточного общевойскового командного училища. «ЛООС» продолжает движение без штрафных кругов по трассе конкурса. У Таджикистана пока 0 из 5. К сожалению, 0 из 5, друзья мои. Итак, по второй части Косогора продолжает движение Таджикистан. Продолжает отсчет времени. Секундомер. И впереди очередной рубеж. Очередной, так сказать, очередная отрывная точка, друзья мои. Огневая задача. Стрельба из зенитного пулемета по вершине номер 25. «Эскарп». Уже первый «Эскарп» преодолел танк сборной Таджикистана. Вот сейчас «Конга». Неужели остановится? Нельзя останавливаться. Нельзя останавливаться. Газу, газу нужно добавить. И взбираться на это непростое препятствие. 90 сантиметров из ата «Эскарпа» и есть. Но сбивает столб. «Эскарп» преодолел, но столб сбил. Второй «Косогор». «Конга» задел столб. «Конга» задел снова столб. Есть ошибки, конечно же, в работе механика-водителя, к великому сожалению, болельщиков. Но, тем не менее, «Конга» продолжается. Приближается к отсечке сейчас танк «Лаосской» сборной. На синем танке Т-72Б3 мчится. Экипаж «Лаоса» под руководством командира танка капитана «Ватсадана» Мэйенксиана. А загружает боеприпасы сборная Таджикистана. Будет вести боевую стрельбу командир танка капитан «Некруз» Одинобеков. Зенитный пулемет «Корт». Идет загрузка. Нужно зайти, взобраться в боевую машину на очеку-оператору. Остается лишь только в башне командир танка, который и ведет стрельбу по мишени номер 25. Мишень имитирует вертолет противника. Дальность до цели 900 метров. Итак, цель в поле. Ведет поиск цели. Прицеливается командир танка. И короткими очерезями начинает ведение боевой стрельбы. Есть! С первой очереди! С первой очереди справляется с задачей командир танка. Нужно вытягивать. Вытягивать команду из-за допущенных ошибок при первой огневой задаче. Продолжает движение по трассе без штрафной дистанции. 500 метров штрафной круг. Длина круга и так немалая. 4 километра 100 метров, друзья мои. Итак, сейчас задний ход. И вперед на прямолинейный участок движения по трассе конкурса. Отсечка «Лаос». Давайте посмотрим на время, которое продемонстрировала нам лаосская сборная. Вторые пока идут представители Лаоса. Отстают от Таджикистана на минуту и 9 секунд. Хорошо проходит препятствие колейный мост. Итак, белый флаг поднял боевой арбитр. Зафиксировано отсутствие нарушений и порядка преодоления данного препятствия. Можно продолжать движение дальше. Впереди непростой участок. Гребенка с выходом на участок минно-взрывном заграждении. Итак, в чем же дело, почему сборная Таджикистана не продолжает движение? Сдали назад. Вроде все так здорово было, хорошо. На такой позитивной, яркой ноте. В общем-то остановились. Еще проблема. Заходит на участок боевой стрельбы по мишени номер 25 сборная Конга. Итак, Гребенка. Вот как раз-таки тот самый момент, когда, выходя из Гребенки, очень просто задеть мины. Да, наезжает правой гусеницей танк Лаоса на мины и тем самым зарабатывает себе штрафную площадку. Загружает боеприпасы сборная Конга. А команда Таджикистана продолжила движение по трассе конкурса. Ну что ж, хорошо идет, хорошо идет. Механик-водитель Таджикистана 59 км в час. Можно немного подразогнаться. Хотя, прошу заметить, прошел пусть и короткий, но очень сильный ливен здесь на полигоне Алабина. Прямо-таки перед началом заезда палил очень серьезно, как из ведра. И трасса довольно-таки мокрая, поэтому на глубоких поворотах нужно быть повнимательнее и поосторожнее. Открывает огонь. Внимательнее прицелиться нужно. Командир танка Конга. Младший лейтенант Акомби Акемба. Не получается, не получается. Нервы на пределе, безусловно. Загрузить до конца боеприпасы. Нужно отстреливать. Есть еще боеприпасы. Есть возможность поразить мишень и продолжить движение без штрафного круга. Один, по всей видимости, остался боеприпас, но нужно его отстрелять. Выбрасывает. Его решил не тратить время и пройти штрафной круг командир танка сборной Конга. В рот. Даджикистан проходит в рот. Посмотрите, хорошо впрыгивает в воду на одном дыхании. И посмотрите, как здорово и быстро выбирается наш танк. Т-72Б3. Из препятствия глубиной 1,2 метра. 1 метр 20 сантиметров. Именно такова должна быть глубина в ротов в соответствии с курсом по вождению боевых машин. Впереди Холм. Холм пока не вызывал особых трудностей при его преодолении. Курган его еще называют. Это препятствие длиной 60 метров. Высота его 6 метров. Движение по Кургану должно быть без остановки двигателя и скатывания назад. Лавовская сборная на загрузке боеприпасов. Итак, вперед. Забрасывает ленту на броню. И сейчас командир танка будет загружать боеприпасы и вести огонь по мишеням номер 25. Посмотрите, слаженность действий. И наводчик-оператор помогает загружать боеприпасы. А командир танка в то время готовится. Подключает свой шлемофон к радиостанции. И будет докладывать о том, что готов к ведению огня. Да, докладывает сейчас о том, что готов вести огонь. Мишень в поле 900 метров с дальность до цели. Осталось прицелиться и попасть в нее. Лаос очень хорошо начал. Поразил три мишени номер 12. И нужно так и закончить. Так и закончить этот заезд. Обязательно. Повнимательнее. Видеострельба. Попадание! Ну, хорош. Хорош экипаж Лаоса в этом заезде. Ох, как радуются болельщики. Друзья мои, да радуемся все мы. Я еще раз повторяю, что Лаоски, первый и второй экипаж, выступили, мягко говоря, не очень здорово. Отсечка по времени Таджикистана. Давайте посмотрим. Завершает второй круг. Впереди гребенка искусственная неровность, которая не столь сложна сама по себе, как сложно выйти с гребенки, не задев мины. А вот и минное поле. Ну, хорошо. Механик-водитель пропускает все мины между гусениц. Выходит с препятствия. Поднимает белый флаг. Полевой арбитр. Можно продолжать движение. Обороты. Обороты. Слышно сейчас, как дает команду своему экипажу старший тренер. А на экранах командир танка Вацана Мэйенгтян. Просто-таки тот командир танка, который сейчас и здорово справился с мишенью номер 25. И подарил столько радостных эмоций лаосским болельщикам. На прямолинейном участке движения трассы конкурса наблюдает сейчас тренер за работой своего экипажа. Впереди еще один круг. Впереди еще один круг у лаосской сборной. Друзья мои, сейчас какие-то премии идут. Что-то происходит сейчас. Конго, возможно, серьезно нарушил правила безопасности. Да, ушли с трассы. А куда ушли-то? В чем дело? Нарушение требований безопасности. Экипаж снят решением главного судизоренований с этого заезда. Почему-то был дезориентирован, дезориентирован механик-водитель. И попросту ушел с трассы абсолютно куда-то в другое направление, в другое место. Этого делать нельзя. Остановлена гонка, остановлен заезд. Это нарушение требований безопасности. И впредь такого нельзя допускать никому. Итак, Конго. Время можно останавливать. Экипаж снят с участия в этом заезде. К сожалению, тренера, безусловно, к сожалению, тренера. Но узнаем мы обязательно у механика-водителя, у тренера сборной. В чем была проблема? Почему так произошло? Неужели? Неужели был заляпан... Заляпаны приборы для движения, так сказать. Не видел, быть может, механик-водитель, друзья мои. Проходит брон сейчас Лаосская сборная. Будет завершать второй круг уже совсем скоро. И пока 16 минут 47 секунд у сборной Лаоса. Таджикистан 20-38. 20-38, друзья. Дорогие друзья, на сегодня впереди нас с вами еще и ожидает интереснейший заезд вне конкурса танковый биатлон. Мы посмотрим с вами, как поведут себя бронетранспортеры БТР-82А. Современные бронетранспортеры на трассе танкового биатлона. После завершения этого заезда бронетранспортеры будут готовы продемонстрировать свои огневые и ходовые возможности. А пока мишень желтого цвета в поле. Дальность до цели 600 метров. Сборная Таджикистана. Наводчик-оператор будет вести боевую стрельбу. Это капитан ОМОНов Нахзатулох. Вращает башни и ищет цель. Нужно скорректировать сейчас тренеру. Направить, сказать левее и правее, где находится мишень. Бывает так, что наводчик-оператор сразу не наблюдает ее. И вот сейчас мы видим, как открывает огонь по цели. 15 боеприпасов всего лишь навсего. Нужно быть предельно осторожным. Короткими очередями ввести огонь. И хотя бы одной пулей попасть в мишень. Этого хватит для того, чтобы мишень была разбита. Ведь мишень стеклянная и прекрасно просматривается, если результат был положительным. Да, с замиранием сердца сейчас наблюдает за работой своего наводчика-оператора болельщики Таджикистана. Но, по всей видимости, можно выдохнуть, друзья мои. Придется пройти штрафной круг. Закончились боеприпасы у наводчика-оператора. По результату этого заезда сборная Таджикистана справилась, к сожалению, только лишь с одной мишенью. А то, что вот и болельщики. Не унывать. Ни в коем случае не унывать. Поддерживать свою команду. Лаос перед Курганом славой. Отсечка по времени по завершению выполнения задач второго круга. Итак, 3, 2, 1. Есть. Проносится мимо Кургана. Отсечка по времени 18.47. Немного отстает от сборной Таджикистана. Всего лишь на минуту 13. Если поразят мишень номер 9, то есть шансы стать лидерами этого заезда. Впереди Гребенка. Впереди Гребенка был допущен... Была допущена ошибка, друзья мои. Посмотрим в повторе работу механика-водителя Лаосской сборной. Ох, вы посмотрите, цепляет. Цепляет или нет? Сложно сказать. Нужен будет повтор обязательно прохождения участка минозрилом заграждения. Ну а команда Конга будет возвращаться на исходную после дисквалификации. Итак, повтор. Противотанковый ров, да, цепляет бортом. Ох, как серьезно цепляет бортом. Бетонную сену противотанковая... Противотанкового рова. Два пидстопа получает. Да, здесь был наезд на мину. Здесь был заезд на первые две мины. И за нарушение порядка преодоления препятствия противотанкового рова также экипаж получает пидстоп. Итого, два раза придется выполнить норматив, контрольный осмотр машины на площадке штрафного времени. Хорошо идет таджикский экипаж. Впереди глубокий поворот. Повнимательнее. Посмотрите, какая мокрая трасса. Серьезный дождь прошел. Первому, конечно же, экипажу повезло. Очень здорово. Хорошая погода была. Светило ярко солнце. Вот здесь как раз-таки, как только начался заезд, в течение пяти минут шел проливной дождь. Ну, перед его началом и в течение первых минут начала заезда. Второй дивизион. Но, тем не менее, это не стало причиной для того, чтобы не поразить мишени номер 12 в команде «Конга» и сборной «Лаоса». Проходит противотанковый ров в команде Таджикистана. В завершении выступления в индивидуальной гонке осталось совсем чуть-чуть, буквально два препятствия. Таджикистана время 24.45. Лучшее время таджикской сборной в этом году 24.45. Завершить гонку можно лидерами. Не только заезды, но и лидерами в целом второго дивизиона. Глубокий поворот. В повторе мы смотрим. У «Лаоса» вновь проблема с преодолением препятствий. Да, мы совсем забыли еще два пидстопа. Два пидстопа – это как минимум две минуты. Поэтому шансы у «Лаоса» еще остаются, еще есть. Но, тем не менее, они невысоки. Итак, Таджикистан. Последнее препятствие в индивидуальной гонке для сборной Таджикистана в этом году. Проходит препятствие противотанковый рог. И выходит на прямолинейный участок перед финишем. Ну что ж, встречает Таджикистан своих героев. Да, что-то не получилось. Безусловно, нужно подтянуть стрельбу. Волнение, переживание, все накладывается на результат стрельбы. Сегодня получилось так, как получилось. Одна мишень из пяти была поражена. В целом время неплохое. 26 минут и 21 секунда. Таджикистан завершил выступление в индивидуальной гонке. 26-21. Но это как минимум лучше, чем второй экипаж своей же команды. Это лучший результат в целом команды Таджикистана. Итак, лаосской команде нужно закрыть люк. Этого нельзя допускать. Это нарушение. Могут быть наложены штрафные секунды. И вот услышал, видимо, нас в эфире. Командир танка закрывает люк. Цель стоит. Цель в поле. Мишень стеклянная. Дальность 600 метров. Стрельбу будет вести наводчик-оператор. Нужно не подвести, не подкачать. Спаренный пулемет. 15 боеприпасов. Этого вполне достаточно для того, чтобы мишень была разбита в дребезге. Мы наблюдали, как буквально с первой очереди сразу же попадают танкисты в мишень номер 9, имитирующий ручной противотанковый гранатомет. Посмотрим, как это получится. Пока мы видим, что мишень не найдена наводчиком-оператором. Нет, пока нет стрельбы. Пока стрельбы нет, друзья мои. Лаос 24 минуты и уже 10 секунд. Все меньше и меньше шансов на то, чтобы стать лидером в этом заезде. Да и фактически уже не осталось, друзья мои. Итак, ну что ж, этим заездом завершается череда индивидуальных заездов танкового биатлона. Экипажи продемонстрировали, фактически уже все, остался только Лаос, свою индивидуальную выучку. И в дальнейшем уже с 1 сентября мы будем наблюдать за работой всей команды, в составе всего экипажа. В эстафете экипажи будут проходить по 4 круга, каждый экипаж передавая друг другу эстафету. Итак, Лаосская сборная израсходовала боеприпасы. Можно будет продолжать движение, но, к сожалению, со штрафной дистанцией, либо с временем, добавленным за прохождение штрафного круга. Это уже нарушено решение главного судей соревнований. Ну а что стоим-то? Что стоим? Некого ждать. Нужно отправляться вперед. Итак, сдает назад сейчас экипаж Лаоса и продолжит движение по трассе конкурса. Итак, небольшая скорость. Да, друзья мои, будет заходить на штрафной круг обязательно экипаж Лаоса. Пройти нужно будет еще 500 метров и тоже в дальнейшем продолжит движение по трассе конкурса. Время 26 минут. 16-17 секунд. И уже Таджикистан не догнать в этом заезде. Но, тем не менее, 4 мишени из 5 сборная Лаоса поразила. Немножечко бы подтянуть работу механика-водителя, получше бы пройти препятствия. И это было бы блестящее выступление в танковом биатлоне во втором дивизионе. Но, тем не менее, как говорится, что имеем, то и имеем. Второй штрафной круг будет преодолевать сборная Лаоса на правом фланге. Ну, а завтра, друзья мои, заездов не будет завтра. Экипажи осуществляют приведение вооружения танков к нормальному бою. Пристрел, как бы, просто сказать, перед эстафетой. Эстафеты будут участвовать как в первом, так и во втором дивизионе. Фактически все команды во первом дивизионе, все команды во втором дивизионе не будут участвовать. Ну, как минимум, команда Абхазии и Южная Осетия. Ну, в первую очередь, по той причине, что они не в полном составе. Южная Осетия в этом году представила два экипажа, а Абхазия представила выступление одного экипажа танка. Ну, что ж, экипаж синего цвета сборной Лаоса проигнорировал команду на захождение на штрафную дистанцию и получит минуту, дополнительную минуту к общему времени. Ну, что ж, быстрее завершится. Заезд, безусловно, все мы ждем с терпением. Также еще одного показного заезда бронетранспортеров БТР-82А. Посмотрим, как бронетранспортеры ведут себя на трассе танковую биатлона. Немножечко освежиться и скупнуться, так сказать. И красивый, чистый танк синего цвета Т-72Б3 продолжает движение по трассе конкурса. Буквально три препятствия до финиша у сборной Лаоса. Так, пока лучший экипаж – это экипаж Таджикистана. Третий экипаж, как раз-таки, который выступал сегодня. 26 минут 21 секунда. Далее второй экипаж Таджикистана, я думаю, будет. Хотя, возможно, и Лаос. 29-22. Ну, не успеет Лаос. 40 секунд осталось. 40 секунд до второго времени в дивизионе. Третьим был пока Вьетнам. А нет, друзья мои, 31 минута 49 секунд. Время. 31-49 в Южной Осетии. Поэтому есть еще шанс у Лаоса. Уточнил я сейчас в турнирной таблице. Время. Да, 31 минута 49 секунд. Ограниченный проход. И будут выходить на фактически финиш. Ах, цепляет. Вновь цепляет ограничительный столб. Возможно, будут добавлять время. Сомневаюсь, что отправят на штрафную площадку. Но очень больно и грустно. На экипажу, конечно же, перед финишем заходить на площадку штрафного времени. Противотанковый ров. Нельзя нарушать порядок преодоления препятствий. Ни в коем случае. Немного до финиша. Видна уже финишная прямая. Считаны десятки метров. Механик-водитель. Сержант Сайнов. Суна Валат. Выходит из препятствия. Белый флаг поднимает полевой арбитр. Тренер встречает и на самом деле радуется. Радуется выступлению своего экипажа очень хорошо. В сравнении с другими экипажами Лооса, да и в первую очередь в сравнении с прошлым годом, третий экипаж просто на высоте. Четыре мишени из пяти были поражены. Не удалось справиться только лишь с мишенью номер девять при стрельбе из спаренного пулемета. Ну что ж, очень здорово. Финиш. Лоос совершил выступление в индивидуальной гонке танкового биатлона. 30 минут 23 секунды. Отстали от Таджикистана на 4 минуты и 1 секунду. Итак, судя по всему, друзья мои, это второе место в индивидуальной зачете второго дивизиона. Нет, третье. Третье место будет. Потому что первое будет, скорее всего, да, у Таджикистана. Третьего экипажа. Далее Таджикистан. Второй экипаж. И на третьей строчке, по всей видимости, будет Лоос. Но не стану забегать вперед. Дождемся окончательных результатов после завершения заседания судейской коллегии сегодня. Радость, неподкупные улыбки. Видна даже улыбка сквозь маску, друзья мои, тренера Лоосской сборной. Сейчас виден прекрасный и только в этом году открытый в честь 75-летия Великой Победы Храма Вооруженных Сил Российской Федерации. И на его фоне мы видим результаты этого заезда. Таджикистан 26-21, Лоос 31-23. И Конго. Детская квалификация за нарушение требований безопасности. Дорогие друзья, а сейчас в вашем внимании самые яркие моменты этого заезда. Давайте посмотрим на выступление Таджикистана, Лооса и Конго. Но очень сегодня удивила Конго. Безусловно, если бы не дисквалификация, это был бы очень хороший заезд. Медленно, но уверенно шли по трассе. Механик-водитель немного дезориентировался, ушел с трассы. Тем самым нарушил правила, и команда была дисквалифицирована. Да, представляют ДВОКО, Дальневосточное обучение командное училище. Ну, в первую очередь свою страну, но так как проходят обучение в ДВОКО, конечно же, и болеют, и поддерживают сейчас преподаватели Дальневосточного обучения командного училища за своих ребят. Вот грустный момент, грустный момент, когда команда Конго пешком уходит с трассы. А сейчас сборная Лооса. Сборная Лооса, лучшие яркие моменты. Также очень хорошая боевая работа в рамках выполнения огневых задач. Была продемонстрирована поражение 12-х мишеней навольщикам-операторов, всех трех мишеней. Поражение 25-й мишени командиром танка. И вот тот момент, когда показывал нам свою радость тренер, старший тренер сборной, показывал нарисованную на листке бумаги мишень номер 12. И трижды пробоины в мишень. Неподкупная радость, эмоции болельщиков. Ну и неприятные моменты. Бортом танка была зацеплена стена, бетонная стена препятствия противотанковый рог. Танк поврежден, придется его чинить, так сказать, приводить к нормальному бою и нормальному движению в рамках выступления команды Лооса в эстафете. Ну а сейчас на экранах работа лидера этого заезда. Несмотря на то, что не сумели поразить мишени, ни одной мишени, нужно серьезно проводить работу над ошибками тренерскому штабу. И в рамках подготовки к следующему танковому биатлону, конечно же, провести серьезнейшую работу. Но я думаю, поделится опытом подготовки наши тренеры, ну и тренеры сильнейших команд белорусской сборной, Китайской Народной Республики, Азербайджана. И Таджикистан проведет работу над ошибками и в следующем году выступит еще лучше. Но несмотря на это, скорость у механика водителя была хорошая. И тем самым при помощи механика водителя, его опыта сборная Таджикистана пришла первая в этом заезде, несмотря на то, что ни одна из мишеней не была поражена. Дорогие друзья, на этом заезд 2-го дивизиона завершен. Выступили все экипажи 1-го и 2-го дивизиона танкового биатлона. Огромное спасибо всем-всем, кто смотрит нас в эфире телеканала «Звезда». Всем-всем, кто приезжает на полигон Алабина и болеет здесь за экипажи, за команды, участвующие в конкурсе. Общая таблица 2-го дивизиона, как я и говорил, два первых места во 2-м дивизионе у Таджикистана. Далее на третьей строчке сборная Лаоса с результатом 31 минута 23 секунды. Замыкает таблицу дисквалифицированный Конго и на 20-й строчке второй экипаж Катара. Кстати, очень приятно было смотреть на работу Катара вчера, друзья мои. Кому интересно, обязательно посмотрите в повторе. Собрался Катар и третий экипаж поразил нас своими умениями, так сказать. Дорогие друзья, с вами был комментатор танкового биатлона Николай Федоров. С вами был телеканал «Звезда». Полигон Алабина. Берегите друг друга, любите друг друга, будьте здоровы и будьте счастливы. Мирного неба над головой. Ваше Министерство обороны Российской Федерации всегда с вами и всегда рядом. До новых встреч!